В Наридмар с официальным визитом окружную столицу посетила делегация топ-менеджеров компании «Газпромнефтшельф». Официально открыли. В Усть-Каре состоялась церемония открытия нового здания детского сада. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Глава региона Игорь Кошин встретился с руководством компании «Газпромнефтшельф». Делегация топ-менеджеров компании, владеющей первой в российской Арктике морской ледостойкой буровой платформой «Приразломная», прибыла в Наридмар с официальным визитом. «Газпромнефтшельф» нельзя назвать крупным недропользователем округа. Но то, что нас действительно объединяет, это общий подход к делу, отметил Игорь Кошин. Речь о социальных инвестициях в подрастающее поколение, стратегии конкретных шагов, влияющих на качество жизни. Игорь Кошин также отметил большой вклад «Газпромнефтшельфа» в популяризацию Арктики и людей, живущих и работающих в ней. В бережном отношении к природе Крайнего Севера. Делегация «Газпромнефтшельф» во главе с генеральным директором Геннадием Любиным прибыла в регион также для участия в официальной церемонии открытия нового здания детского сада «Устькари». Напомню, объект был построен при существенной финансовой поддержке компании. Долгожданное событие состоялось в необычном формате по видеоконференц-связи. Рейс на северо-восток региона пришлось отменить из-за сильного ветра. Однако непогода не испортила праздника. Торжественное мероприятие состоялось. История долгожданного нового здания для детского сада «Устькари» началась ещё в 2012 году с заключения контракта между Заполярным районом и подрядчиком «Промкомстрой». Работы на объекте должны были закончить ещё в 2014 году, но строительство затянулось на год. Затем была долгая передача учреждения в собственность округа. И вот свершилось. С 1 сентября 2016 года дети пришли уже в новое здание. Работа функционировала детский сад с 1 сентября уже в полном объёме. Они перешли со старых зданий. Изначально были моменты определённого порядка, потому что всё-таки здание стояло. Оно же ведь вот в 2014 году, где-то 2015 год, вот и 2016 уже тут у нас вышло. Оно стояло, поэтому система подачи воды тут проблемки были и определённого технического плана. Но сейчас всё стабилизировалось, нормализовалось. В течение осени всё привели в порядок. Всё там какие-то недочёты, недоделки устранили в осенний период времени. Сейчас, слава Богу, функционирует всё. Любой новый объект на территории округа должен в начале пройти тестовый период. А уже потом можно объявлять официальное открытие, убеждён глава региона Игорь Кошин. Новое здание в Усть-Каре проверено пятью месяцами эксплуатации. Заочную экскурсию провела заведующая детсадом Прасковья Лавыгина. Здание у нас просторное, светлое, двухэтажное, с помещениями групповыми, музыкальным и физкультурным залами, пищеблоком с оборудованием, медицинский блок с процедурным кабинетом и палатой, кабинетом познавательного развития, зимний сад, прогулочная веранда утеплённая, и игровой участок с теневыми навесами. В общем, для развития детей у нас сейчас есть всё, о чём можно было бы пожелать. На строительство здания детского сада было направлено 211 миллионов 300 тысяч рублей. Финансирование велось из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и муниципального. Львиную долю расходов взяла на себя компания «Газпромнефтьшельф» – порядка 150 миллионов рублей. «Газпромнефть» традиционно принимает активное участие в развитии социальной сферы регионов своего присутствия. Но особенно приятно, что это не что-нибудь сегодня, это объект «Детский садик», который, насколько мы и я знаю, он долгожданен, его хотели, и вот в результате получился объект красочный, яркий объект, комфортный. Это действительно серьёзная сумма для нашего округа, и, надо сказать, огромное спасибо, благодарность компании «Газпромнефтьшельф», генеральному директору Геннадию Петровичу. Хотя компания недавно работает на территории округа, можно сказать, на прилегающей водной части к округу, но компания уже зарекомендовала себя как надёжный социальный партнёр. Я думаю, что, Геннадий Петрович, вы возьмёте шество над этим садиком. Учитывая, что у них в этом году они празднуют такой небольшой юбилей, 60 лет будет садику, и очень отрадно, что этот юбилей будет проходить уже в новом здании. Глава региона, в свою очередь, поздравил всех жителей Усть-Кары с официальным открытием нового здания детского сада. Сегодня главная виновница торжества Просковья Николаевна, уважаемая, я вас тоже поздравляю с официальным открытием детского сада. Евгения Юминалина, позвольте вас поблагодарить за то взаимодействие, которое вы организовали на территории поселения и с подрядчиком, и с заказчиком, и со всеми структурами, которые принимали самое непосредственное участие. Это личный пример того, что только совместная конструктивная работа позволяет даже в таких отдалённых населённых пунктах со сложнейшей логистикой строить подобные объекты очень высокого уровня. Напомню сегодня, в новое двухэтажное здание детского сада в Усть-Каре ходят 40 детей. От всей души спасибо! Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Православные христиане отметили один из самых древних и почитаемых праздников Богоявления. Чем полезен древний ритуал и что об этом говорят врачи, узнаете из репортажа Валентина Чибичек. Православные христиане отметили один из самых древних и почитаемых праздников Богоявления. Праздник Крещения Господни традиционно включал торжественную литургию в Богоявленском храме, освящение воды и купание в Иордании. В течение четырёх часов на Качгартинскую курью приходили горожане, чтобы совершить омовение. Чем полезен древний ритуал и что об этом говорят врачи, расскажет Валентина Чибичек. Очень хорошо! Рекомендовано для здоровья! Как согреваетесь после и как готовите то? Молитва, моя дорогая, только молитва. Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас грешных! Минус девять по Цельсию, небольшой ветер и снег. Такой погодой встретил на Ренмар Богоявление. Кульминация православного праздника традиционно состоялась на Качгартинской курье, где прошло массовое купание в проруби. Постоянно купаюсь? Да? Да. Какие ощущения? Ну, хороший эффект. Давно купаете? Давно. Сколько лет? Лет восемь. Лет восемь. Какой эффект на вас? Хороший. Попробуйте. Попробовать на себе исцеляющий эффект освященной воды в этом году пришли около 500 горожан. Согласно верованиям христиан, вода в праздник Богоявления приобретает лечебные свойства и животворящую силу. Перед купанием священник Богоявленского храма освящает купель и рассказывает, как правильно совершить омовение. Главное в этом древнем ритуале – молитва и вера в священное слово. Здесь просто вера. Человек верит в Бога и Господь ему помогает. Почему человек выходит с купеля совсем другим человеком, у него благодать, радость, он такой, на самом деле, ощущает прилив сил, но на самом деле Господь его укрепляет. Насколько полезны купания в проруби, скажет только опыт конкретного человека. Крепкий организм в холодной воде получит дополнительную закалку. Слабый иммунитет нанесёт большой ущерб организму. Люди, страдающие гипертонической болезнью, инфаркт перенесший, страдающие гипертонической болезнью – это противопоказано. Потому что кратковременный перепад температуры почти в 40 градусов, то есть наша 36, пусть в воде будет минус 5, минус 6, перепад вызывает резкий спазм сосудов всего организма. Надо разумно подходить к этой процедуре, а не просто брать её как утеха для развлечения. А так всем хорошего здоровья. Служители церкви также говорят о разумном подходе к крещенским купаниям. Конечно же, здесь должно быть благоразумие. И те, кому не позволяет возраст, немощь, естества, болезни, они должны в храме обрести эту благодать, подчеркнуть этой воды, взять её в свои дома, чтобы каждый день это освещение обновлялось. Чтобы праздник прошёл без инцидентов, площадка на Качакартинской курее была тщательно подготовлена. Сотрудники чистого города сооружали купель на протяжении трёх дней. Иордань для крещенского купания выполнена по всем правилам безопасности. Цельнометаллическая конструкция, дно и бортики, чтобы окунающимися было удобно входить и выходить в воду. В течение четырёх часов у Иордани дежурили спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. А в пунктах обогрева всем желающим предлагали горячий чай. Мы для всех приготовили купающихся чай с мёдом, с разными травами, с конфетами, чтобы они, откупавшись, перекрестившись, пришли, переоделись и попили горячего вкусного чая, чтобы им было бодро, чтобы у них здоровье пребывало, чтобы они, наконец, почувствовали вот эту Божью благодать. Считается, крещенская святая вода имеет способность не портиться в течение долгого времени, способна лечить душевные и телесные болезни. Пьют её натощак, попросив у Всевышнего духовного и физического здоровья. И вовсе не обязательно брать её про запас. Верующие говорят, много должно быть не воды, а веры. Берут же её на год, будем пить периодически. Вы только пьёте или ещё и как-то для приготовления пищи, для умывания, вот для каких-то целей? Ну, конечно, умываются, умываются, умываемся, пьём. Приди Иисуса на заветных людей, с Кого и крестись. В сам День Крещения Господня, 19 января, во всех храмах страны проходит Божественная Литургия. В Наринмаре она началась в половину восьмого утра. Прихожан, как всегда, много. Семьи с детьми, люди высокого возраста и школьники. Мы пришли сегодня с ребятами сюда на Причащение. Пришли второй раз. Очень понравилось. Такое хорошее ощущение. По-новому ощущаем себя. Чаще приходить сюда не получается. Но вот отстояли молитвы, праздничную литургию. Пришли у нас, ребята, должно было быть 10 человек. Пришло 9 из них. Это те, с кем мы коллективно ходили в прошлом году креститься. После утренней службы прихожане во главе с епископом Наринмарской епархии и служителями церкви отправились на купель. Освящение воды в два дня проходит одинаковым ритуалом. Поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается. Приношу воду и первым делом, чтобы всех окропить, кто не успел сходить по каким-то причинам. Это самое главное, мне кажется, этот праздник. На Руси с крещением было связано множество народных примет. Многие из них относились к хозяйственной деятельности и предсказыванию погоды. Так что праздник Богоявления был значим для христиан вдвойне. Валентина Чебичик, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Цены растут, а качество продуктов лучше не становится. Наша съемочная группа отправилась в рейд по местным магазинам. Результаты неутешительные. Чем нас кормят за наши собственные деньги? Этим вопросом задается, пожалуй, каждый житель Ненецкого округа. Цены растут с геометрической прогрессией, а качество продуктов по-прежнему оставляет желать лучшего. В чем причины, попыталась выяснить наш корреспондент Елена Семеновичева. И отправилась в рейд по окружным магазинам. Отправляясь в магазин, и жителям округа необходимо вооружиться не только деньгами, но и смекалкой. Ведь качество привозных продуктов порой ужасает. Так, буквально за 10 минут в одном из центральных магазинов города наша съемочная группа обнаружила огромное количество просроченных продуктов или продуктов с нарушениями условий хранения. Если брать вот этот вот... Я по сроку годности не хранила, как я не смотрела, как я вообще могу понять срок годности вот этого продукта? Да, вот видите, вот когда они поступают, они расслиплись, этикетку сорвали. Все, поэтому пришлось только так запасывать. Ну, вы уже понимаете, что так не должно быть. Не должно быть. Я не могу, да, узнать. Вот конкретно вот на это вот мясо, как мне узнать срок годности? Где его там? Качественное жилье у нас в офисе. А почему здесь, не в этом магазине? Потому что вот именно конкретно, что у нас дается качественное откусие. Посмотрите, пожалуйста. Идем дальше. Маринованные огурчики. Маринованные лежат вот таким вот образом, полуприкрытые. Все ходят на них, трясут. Условия хранения – это лишь один момент. На банке нет ни одной этикетки. Поэтому какие огурцы, когда они произведены и каков срок их годности, покупателю остается только догадываться. Пойдемте я вам покажу. Пойдемте. Что мы не поступаем? Пойдемте. У нас есть поступление. Вот такая вот большая банка. Видите, стоит. Так. Но как же, банку мы же не можем ей такую продавать. Продаваю, не выставишь. Ну, какие-то явно есть другие методы. Есть. Чем щипчиками металлическими накладывать, всем под квадрат. Нет, я все понимаю, можно это нафасовать, но человек хочет своей рукой. Подошел, и вот он берет свою рученьку, такой могу. Ну, вы же понимаете, что это не соответствует санитарной норме. А мы не понимаем и идем дальше. Ведь ассортимент товаров, представленных в магазине, разнообразен. И тут же очередной сюрприз. Сыр спагетти белый. Вот в какую цену мы его будем покупать? За 11 рублей? Нет, не 11 рублей, это соответственно, да. Где мы увидим... Алиса! Где мы увидим сколько, где мы увидим вообще что. Плюс ко всему, посмотрите, он упакован 8 января. О, да. Это что? Почему у нас сыр? В каком виде? Чья вина? Соответственно, это просрочка и... Нет, это не просрочка, почему у него? 8 числа, сколько он может храниться в таком, явно вами расфасованном виде. Это же вы фасовали, не производитель? Конечно, конечно. Ну, сколько в таком виде? Ну, у него идет сроки тоже есть. Какие сроки? Давайте посмотрим, пусть лежит у меня. Надо перефасовать. Так, и вот на этот посмотрим. Здесь он по распродажу у вас лежит. Да. Я не нашла сроки годности. Просто не нашла. Вот смотрим. Дата изготовления. Где она? Посмотрите сами. Ну-ка, дайте другую. Но сроков годности заведующая магазином не нашла и на других кусочках. Так, вот посмотрите, вот здесь у двори ремини что-то есть. 14-е, да, оно, видите, стирается. 14-е что? Подтаяло, подтаяло. Непонятно. Давайте все сюда сразу же в корзину. Цветную капусту. Вот мы еще при входе сразу же ее заметили, что здесь переклеен ценник. Это почему? Почему как-то не переклеен? Ну, посмотрите, там внизу еще один есть ценник. И сверху еще один. Нет, это капусту просто подукценили. Давайте проверим. После изучения пакета с капустой заведующая делает вывод. Новая наклейка на упаковке появилась, потому что товар стал легче по весу, от времени. Но вот цена от этого не изменилась. Оказывается, чем дольше товар лежит, тем дороже он становится. Ну, вот видите, уже вес теряется. 117,50. Это вымерзло все. Товар вымерзает. Соответственно, сто... Это замал. На ценнике мы видим 118,50. Сколько у нас там? Далее отправляемся в магазин по соседству. Там нас ожидает тоже очень много сюрпризов. Дата изготовления 01.11.2016 годен до 01.12.2016 года. Ой, 2016 года. До 1 декабря 2016 года вот этот вот сыр. Вот весь этот кусок. Пойдемте посмотрим, сколько еще вы уже расфасовали. У этого сыра срок годности вышел 1 декабря 2016 года. И вы его... А сегодня 17 января 2017 года. И вы его продаете. Цена за килограмм такого сыра 775 рублей у вас в магазине. Вы понимаете, что происходит? Понимаю. И вы говорите мне о лимонах. Произведен 29 июня 2016 года. Срок годности 150 суток. Это полгода. Этот сыр тоже просроченный. Весь кусок. Соответственно, вот это все тоже надо убирать в пол. Эта этикеточка выпала. И как? И что? И мы должны верить вот этой надписи, да? Ну, сроки-то вот здесь сверху написаны. А, вот здесь написано. А сколько у нее срок годности? Здесь написано только даты изготовления. 26.04.15. И сколько срок годности у нее? Так мы поймем. Она стоит вот здесь, вот, одинокая. Ага. Это кто у вас вообще таким самопрасным-то занимается? Ну, мы наклеили. Вы наклеиваете. Лично вы? Да. То есть вы на себя берете ответственность? Понимаете, да, что это нормально? Да, да, да. Ну, а с сыром-то что мы будем делать? Снимать его будем. Так давайте, мы же ждем. Нам надо показать людям, что вы все это сняли с производства. Может быть, вам помощников кого-то. И такая история со всеми сырами, которые были выложены на полке этого магазина. А еще сосиски, колбаса, холодец и многое другое. В этом же списке и овощи-фрукты. У лимонов нет сроков. Рост у лимонов нет сроков. Да. Звучит как слоган. У лимонов нет сроков годности. Ну, я сейчас достану вам нормативы Роспотребнадзора. Они просто не соответствуют качеству. Но вы их продаете по уценке. Да. А они имеют срок годности, как любой продукт. Это продукт питания. А вот у специалистов Роспотребнадзора совсем другое мнение. В телефонном разговоре нам пояснили, что как раз эта ситуация с гнилыми овощами и фруктами и продажей их по уценке является грубым нарушением и одной из самых частых причин для жалоб у жителей окружной столицы. В управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу в 2016 году поступило 18 обращений. Из них 18 послужило основанием для проведения проверок, в ходе которых составлено 20 протоколов об административных правонарушениях. Получается, что покупая продукты в магазинах Нарьинмара за космические деньги, качество вам никто не гарантирует. Ведь сроки годности, проставленные на товаре, зачастую не соответствуют действительности. А если и соответствуют, то из-за неправильного хранения вы также можете купить товар ненадлежащего качества. И в этом мы убедились лично. Так что будьте предельно внимательны. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Его адрес www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...